Там же, в Маргаушском районе, мои коллеги познакомились с человеком, который уже много лет служит своим землякам примером жизнелюбия и оптимизма. Елена Макеевна Ирзакова готовится отметить 90 и делится секретами активного долголетия. Не дом, а музей рукоделия. Эти игольницы, салфетки, накидки и наряды связала Елена Макеевна Ирзакова. Хрупкая бабушка, которая вот-вот будет отмечать 90-летний юбилей, просто поражает всех вокруг любовью к жизни, трудолюбием и энергией. Чтобы купить эту швейную машинку, мама Елены Макеевны продала свинью. Надо было помочь дочери восстановиться после страшной аварии во время войны. В те годы 17-летняя девушка работала на военном заводе. Несколько девочек было с рюкзаками они были. Они садились на машину грузовую и в это время там проехала машина «Урал». Зацепила машина за рюкзак и она попала под машину. Два колеса «Урала» она просто помнит, помнила, что одно колесо, другое колесо. Она потом три месяца лежала и все равно выжила. Врач сказал, ей было 17 лет, рожать не надо, замуж не надо тебе. Вот она все-таки родила нас, мою сестру и меня. Мы благодарны ей, что она никогда не боялась трудностей. Любит она жизнь, любит работу, любит нас, любит вообще природу. Чтобы хоть как-то заставить маму отдыхать, дочери соорудили для Елены Макеевны место для рыбалки. Поймать 50 рыбок в день для нашей героини – норма. Вот когда очень хороший улов, действительно смотрим, мамы нету, где она, уже дела закончили, уже коров закрыли, смотрим, нету, идем, фонарик светим, она еще сидит. Фонариком светишь на поплавок, еще можно ловить рыбу. Елену Макеевну знают в Маргаушском районе как отличного каменщика и штукатура. Свой дом она тоже построила сама, отказавшись от инвалидности. Простая история сильной чувашской женщины.